Субтитры делал DimaTorzok И Европейский дивизион Ну а с плей-офф, Best of 3 Кто проиграл, улетел, кто выиграл, пошел дальше Пока что Na'Vi Одержали победу и победу вполне уверенную Там кое-как Афониджи еще старался Опрокинуть команду Na'Vi Ну, не получилось Один игрок против пятерых Перефармленных толком ничего не решает Тинкер появляется для Hellraiser Что-то новенькое у нас Ну и Тренд Протектор для Natus Vincere Габлак ушел, но дело его живо Как я понимаю Хотя Тренд Протектор в последнее время это не тот Габлаковский, который Слишком нашумевший у нас был в Доте Но это было года полтора назад Дота на месте не стоит Ну и Габлак на месте в команде Na'Vi Долго не простоял А Hellraiser Сейчас уже забрали себе Тинкер Забрали Феникса, Зевса и Скайрос Мага Тренд Протектор, Vengeful Spirit и Ancient Operation Natus Vincere полностью Укомплектовались по Саппортом, если конечно же у нас Тренд Протектор Саппорт, они не решат что-нибудь выдумать По вопросам керри С другой стороны Тренд Протектор смело может идти у нас в сложную Во-первых, стоять, получать левела Во-вторых, по всей карте у нас хилить Любого из игроков команды Na'Vi, который попал в беду Фобос, я думаю, смело может Тренд Та забирать именно в топ Еще и одного саппорта с собой прихватить лишним не будет Ну что, осталось выбрать мейн керри команде Natus Vincere Я думаю, тут харда Сама собой ясна Ну, опять же, посмотреть бы Тренд Протектора фармящего Персонаж с неплохим потенциалом Как по мне, недооцененный Да, конечно, где-то есть у него Недочеты, но то, что он может на ранних левелах творить По количеству дэмэджа там С руки развал полнейший Гирокоптер Сразу же в баню от HellRaisers Хвоста лишают данного персонажа Хвост у нас, как я понимаю, уже сидит в компьютерном клубе Уже готов Сейчас у хвоста лишь бы время не заканчивалось А то по пять минут будут хвосту добавлять За двадцать копеек Опять на паузах полжизни потратим Десять секунд Бристлбэк для HellRaisers Ну, Флейн, скорее всего, будет Феникс Здесь для Горца Ну и Фантом Лансер для HellRaisers Арте своего персонажа получил Дред, скорее всего, на Скайросмаге Будет отыгрывать у нас Феникс Я думаю, для Горца Гаддем На Зевсе Ну и Тинкер идет в мид Тинкер для Фонинша Ну и последний пик для Нави На все про все Двадцать пять секунд есть у Нави Если не Герокоптер, то кто? Да кто угодно, в принципе, по данному пику Вот его, в принципе, я и думал Антимаг для хвоста Санейка забирает себе Веншфул Спирит Дэнди берет Темплар Ассасин Скорее всего, Фобос будет на Тренд Протекторе Ну и Ван Скор Забирает Эншент Оперейшн Снабдят ли Тренд Протекторов Сложный хотя бы одним саппортом? Посмотрим Ну, Антимаг На ранних левелах очень, в принципе, слабый Можно попадать будет от всех И попадать нон-стоп Хватит ли ему одного саппорта? Это тоже вопрос Афониджи все-таки берет Тинкера Ну да, как Собственно, как и предполагалось Скоросмаг для Дреда Гадем У нас Зевс Горец на Фениксе Афониджи на Тинкере Артес на Фотом Ланцере Ну и что-то еще задумались Игроки команды Нави Ван Скор Забирает себе аппарата Ну и что? И Фобос Фобос у нас решил С паузами поиграться Да, все-таки забирает своего героя у нас Фобос Ну и что? Ждем Ждем Дота должна быть веселенькая У Хейров Интересный пик Тут интересный наличием Тинкера И, конечно же, интересный наличием Фантом Лансера Получится ли ПЛу Сделать то, что не удалось сделать в прошлой игре Афониджи Посмотрим Опять пауза Опять траблы Только начали уже Траблы у всех Повторяются Хвост оделся у нас слишком по-новичному Хотя не все Голова не его Голова Бернинговая Даже странно немножко Почему фуллсет не надеть? Ну, ладно Такой вкус у нас У хвоста Решил, что будет более стильно смотреться С головой от Бернинга Пускай Пауза Непонятно почему Мда Веселье полнейшее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все, разобрали своих героев Наконец-то Отжали у нас паузу Ну и готова встреча на Мидлейне Артеса видят Доппельгангер не юзает Пока Артес Но он вкачал Ну, семечка сразу же в Артеса Бежать как можно быстрее отсюда Ну все, Артес уходит Тут абсолютно имбовый скилл Как много годдем у нас через нижнюю навалил Тут вся команда Нави Рассыпается потихоньку Отъезжает сразу же Санейка Ну и Первый фраг для Хеллрейзер Дредд забирает его Дредд на Скайрос Маги ФБ неплохой Все, в принципе уже готов Нул Талисман Хоть на мид вообще Дредд установись И отправляя Фониджи фармить леса Хвост ушел Хвоста тут чуть-чуть Расковыряли По факту живой У Ван Скора тоже проблемы Полнейшие по ХП Фобос отправляется у нас вардить Вражеский лес Ну и на топ к нему Артес Я думаю переместится Еще и Хвост здесь чуть не подстрял В борьбе за руну В итоге отжимают Горец забирает у нас Баунти на нижнем лайне И на топ лейне Руну Баунти забирает Афониджи Дэнди против Афониджи Темплар Ассасин против Тинкера То как Дэнди играет на Темплар Ассасин Это собственно Вообще в учебники по доте Должно входить Вспомнить хотя бы Третий Интернешнл Там Это ТА Всю команду Альянс На колени Ставила-ставила Но правда там Альянс Потом немножечко Духом воспряли И где-то какие-то Полтора миллиончика В карман себе положили Но в принципе Дэнди там претензий никаких Он по-моему 17-2 Или 17-3 шел Ну какая-то полнейшая Там полнейший разнос был Альянс Получится ли сейчас делать Хелл Рейзерс Хелл Рейзерс это не Альянс Они послабее будут Без вопросов Я говорю конечно же о тех Альянс Которые были на пике формы Да и Ашеры сейчас Не на пике своей формы А так в принципе Сейчас с Альянс Стягаться Ашеры могут И они доказывали это У нас на Join.MLG ProLeague Совсем недавно В Best of 2 1-1 сыграли И вполне по шансам Сыграли Там Артес тоже кстати Был на Фантом Лансере Когда удалось Наказать у нас Альянсов Дэнди загоняет у нас Афониджи на миде Причем загоняет Полнейшим образом Через Пси Блейдс Тут проблема Афониджи Дэнди умеет Контрить Ну что Выходит у нас Санейка В спину К Тинкеру Тинкер рассыпается 1-1 Санейка еще и от Тауэра Просел Но С чувством выполненного Долга может отправляться В принципе Хилиться На нижнем лане Иван Скор Гоняет у нас здесь Феникса И у него это неплохо получается Горец проседает по ХП Да тут Иван Скор Проседает по ХП Но это в принципе его дело Ну а здесь на легкой Пара Саппортов Плюс Артес Но Артес по-моему даже не приближался У нас к Тренд Протектору Просто забрали Трента Сложно конечно будет тут Тренту Во-первых Никак не уйти в Инвиз Инвиз даже не качает у нас Тренд Протектор Потому что без шансов Все-таки Зевс с верхней Очень быстро разбирается С любым Инвизным героем И Фобос пошел размениваться По ХП с Артесом С руки у Фобоса 88 У Артеса 65 Ну и по ХП Артес слабоват Конечно сейчас Тут 740 У Фобоса Один удар И Артесу Просто бежать отсюда Надо 10 ударов Артесу И Фобос фраг бы забрал Если бы стали Размениваться В обычном кулачном бою Хвост на Айме Фраги вроде бы Крипов вроде бы не пропускает 14 на 4 Пока что первое место Артеса на 3 Крипа Опережает На мидлейне Забирают Тинкера Ну и дальше Дальше у нас пошла погоня Ну что В итоге потеряли венгу Забрали мидлейн И Потеряли саппорта Дэнди с дабл дэмэдж За дредом У Дэнди пока нет Трэпов здесь Ну и все Разворачивается Уходит Наверное правильно делает Что уходит Все Тинкер уже с Трэвелами Нет-нет-нет Это не Трэвелай Это просто обычные Обычные свитки портала Дэнди пошел Наваливать Афониджи Думаю через Мел Через Псиблей То через Рефракшн Тот же Афониджи Опять может у нас отъехать Уже не первый раз 0-2 идет Тинкер на миде У Тинкера проблемы И как-то надо команде Хеллрейзер среагировать На данную проблему Ну а по факту Реагирует на это Навис Анейка опять в спину К Афониджи выходит Будут пытаться забрать Да Станом достает Но тут через Мел Скорее всего Афониджи Отвалится Хотя Месы 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 Ничего пока не сделаешь Месы спали Но там уже ХП У Дэнди Тоже спала вместе с Месами Что такое Скайросмак у нас опять Забрал тренд протектора Вот это поставили Фобоса в сложную Я думал Антимак Там кого-то забрал Переключился Нет Тут Антимак просто фармит И у него это неплохо получается 22 на 9 По крепаму хвоста В это время Артес Всего лишь 15 на 3 Это при том Что вроде так сильно Гоняют у нас Фобоса Так сильно гоняют Харду команды Нави И по фарму Артес проигрывает Хвосту И ощутимо проигрывает Ну хвост Вроде бы фармить умеет Вроде как опытный Игрок Да и Артес В принципе тоже опытный Тут фармить крипов Не такой серьезный опыт Хотя на данном уровне На уровне Какого-то серьезного Противостояния Да Конечно тут Любая ошибка Любая мелочь Она важна Ну и мы видим Как отражается Все это на фарме У Артеса 20 на Что ты будешь делать А Темплар Ассасин Забирает у нас Скайра Смага Дредд наконец-то Отъехал И у Дэнди Келлинг Спри По-моему еще и Стрик забрал Дредда Если не ошибаюсь Да-да-да Забрал у нас Дэнди Стрик Скайра Смага У Дредда 3-1 У Дэнди 3 на 0 5 минут сыграно По золоту Нави 750 По экспириенсу Всего 250 Но тоже в пользу Нави При том что Ашеры забрали На Один фраг больше Дредд перемещается На нижний лайн И убивают Ancient Operation А Ван Скор Погибает уже Нет-нет Только первый раз Я думал Ван Скор тут Супер серьезный фидер Нет Ван Скор в принципе Ровненько Играет Без проблем Особых Хвоста Есть Аут Шилд Есть Ринг оф Хеллс И что-то мне подсказывает Что Хвост у нас Отправится в Ван Гвард Еще один оттенок Антимага Горца должны цеплять Карус Дайв сбивает Ну и Антимаг забирает Данный фраг Посмотрим Курьер пока что В Секрет Шоп Не летит Скоро у Хвоста Появится на Ван Гвард И будет это он Или это все-таки будет Баттл Фьюри Посмотрим В принципе По фарму По количеству убийств По количеству смертей У Хвоста Все располагает Появлению Раннего Баттл Фьюри Кура пока что У нас летает К Денди И просто обузится Баттл Появляется Появляется Хенд оф Мидас Для Темплар Ассасин Есть тапок уже Хенд оф Мидас В Мид Денди Вопрос конечно есть К Мидеру команды Нави Но и опять же Есть ответ В принципе Если можно купить На седьмой минуте Мидас То почему бы Его не купить Почему Денди Покупает Мидас Потому что Денди может Почти седьмой левел Для Темплар Ассасин Под Инвизом У нас Венжи Фул Спирит И Горец Еще раз может Подстрять Пока что Не палится Санейка Я думаю Готовится врыв Надо просто сбивать Икарус Дайв Надо ждать Когда Горец Начнет улетать И давать Икарус Дайв Стан До этого Хвосту Надо немножко Поджать Горца Санейка Заканчивается Заканчивается Инвиз Ну и все И все И потеряли Просто так Один фраг Фраг Причем верный Почему хвост Не подошел Не загрел Не загрел Точнее А не спугнул У нас Феника И где-то бы Вот здесь Если бы располагался У нас Санейка Смогли бы разобрать Ну и так Наверное Смогут Нет 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 Ульта От аппарата Ой От аппарата Точнее От антимага Ульта Просто прогремела Над головой Горца Горец И остался жив Маны не так Много потерял Чтобы слиться И по факту Живой Куда ушел Дэнди Вот куда ушел Дэнди Дэнди тут Настоящее веселье Триллион вообще Стаков крипов И все они достанутся Дэнди Первый пси-блейд Правда это не так серьезно Но с другой стороны С другой стороны Денег здесь Очень много спрятано И выформить Дэнди их сможет Дэнди у нас вообще Все шаблоны Какие-то На Темплар Ассасин Ломает Пауэртрейс Прилетает у нас Для Дэнди Прилетает Боттл Ну и сейчас Тролю будет мстить Поймали Ванскора Висит на нем Ливингар Мор Ванскор живет Дэнди Обузит Обузит И еще раз Обузит Банго Есть ПТ И есть Хенд оф Мидас По фарму Наверное на первом месте У нас Темплар Ассасин Так и есть 4800 Заработал Дэнди 3900 у нас для Хвоста Ну и вот Мои ожидания Собственно оправдались У Хвоста все хорошо По фарму Хвост Не проседает у нас По хп Всего достаточно Зачем нужен этот Вангвард Непонятно Поэтому Появляется Бродсворд Ну и Тысяча еще сверху Дэнди против Горца Здесь Ну Дэнди может просесть Рефракшн есть Провязали рефракшн Надо бежать за Горцем Через Мелт Горец решил поспать Немножко С добрым утром Разваливает у нас Феникса И причем делает это Дэнди в соло Без вообще Какой-либо помощи Гаддэм Уже здесь Опять мультиспауны Для Дэнди Под сейв Есть от Тренд протектора Будут гнать Гаддэма Через Мелт Половина хп Гаддэма Еще один удар От Дэнди Ну Вообще Тут дикие вещи Темплар Темплар Ассасин Саппортов Просто не чувствуют Ну и по фарму Дэнди Намного Впереди Того же Артеса Который слайна Не уходит Который в файтах Вообще не принимает Участие Не считая убийства Тренд протектора Но я бы даже Действительно Не обращал бы Внимания Горца будут цеплять Где Дэнди Дэнди близко Из Мелда Один удар Горец развалится Удар из Мелда Еще один удар От Дэнди Горец Рассыпается Unstoppable Для Дэнди 6-0 Ну Та игра Наверное не зря Все таки Я игру против Alliance Помнил Там примерно так себя Темплар Ассасин И вела Ну и конкретно Вел Темплар Ассасин На нас Дэнди Именно таким вот Способом Яша уже готов Для Эээ Та Ну и по фарму 6500 Почти на 2000 Опережает Артеса Это на 10 минуте Опять же Не стоит на месте Не стоит и не фармит Мид Темплар Ассасин Либо это лес И мультиспауны Либо это фраги Под хостой Дэнди Выход пошел На Агадема Но должны забирать Рефракшн есть Мелк не дали Произвать Но здесь И без Мелда Разваливает Темплар Ассасин Очень легко У нас Зевса Погоня дальше от Горца Что здесь по хосте Да хоста еще будет действовать Да можно уйти Рефракшн есть Надо просто бежать отсюда Ну и все Дэнди просто уходит Через Мидас Через Удачный выбор Рун Через удачный Точнее Появление Рун Очень неплохо Реализуется Мид персонаж Команды Нави Хвост Ни разу не умер Один фраг У нас у хвоста Ну и Темплар Ассасин Тоже ни разу не умерла Зато 7 фрагов Успела сделать У Артеса потихонечку Но вроде как Диффуза появляется Здесь еще и Эншитов Настакали для Дэнди Но тут просто Абсолютный чемпион По фарму будет Данил Без вопросов И собственно Ближайшие минут 7 Никто вообще Не конкурент Для него Это если только Артес Там 15 фрагов За один файт Не сделает Для Та делается Абсолютно все Ну и она опять же Она создана Для того чтобы Фармить такие серьезные Пачки Просто можно мне кажется Дабл клик сделать На Дэнди И посмотреть С какой скоростью Появляются у него Вещи Ну действительно Какое-то пособие По фарму На Темплар Ассасин 8100 сейчас И по Нетворсу По ГПМу глянем 12 минут 13 минут У нас прошло 600 ГПМу Дэнди По моему Колоссальный показатель Вообще Ну и общий Нетворс 8000 с копейками 5400 у Артеса Это ближайший преследователь Дэнди Со стороны команды Хелл Рейзерс Хвост отправляется В леса Ну по примеру Хороший пример Дэнди случился Теперь Хвост Займется лесами А Темплар Ассасин Самое время начинать Начинать убивать всех И вся по всей карте Без остановок Появляется Митрил Хаммер Для Дэнди И что это будет То ли это будет Попытка подсейвить себя И вообще обезопасить При любом раскладе То ли это будет То ли это будет Дезолятор Если будет Дезолятор Наверное с одного МЛДА будет сыпаться Каждый вообще в составе Команды Хелл Рейзер Даже Даже Фантом Лансер Забыли мы о Тинкере Как-то скучновато У нас Тинкер ведет себя Афонин же Внизу Вылетает на хвостах Хвост под Ливинг Армором И уходит отсюда Трэнд Протектор Своё дело делает Просто я думаю Даже не будет Возвращаться на базу Это решено смысла Сейчас только Семь с половиной У него Регена Если появится Ливинг Армор Скорее всего Следующий Ливинг Армор На хвоста у нас и будет Так аппарат рассыпается Роха Для Темплар Ассасин Ещё и как бонус Отдаётся Горец Где у нас умер Трэнд Протектор Ну на топе Где ему вообще Ещё умирать Решила подпушить Команда Хеллрейзерс Машинки от Афониджи Куча иллюзий У нас от Артеса Правда Недолго они конечно живут Но с другой стороны Нормально появляются И по многу дамажат Нави отдают Свой топлейн Не дефают 9-8 счёт По фрагам По Нетворцу 3,5 Нави По экспириенсу 4,5 Тоже в пользу Команды Нави У Тинкера есть Бутс оф Тревел Тут всё уже В принципе должно быть хорошо У Тинкера По фарму вряд ли он Дэнди обгонит Вряд ли даже догонит Тут Артесу бы догнать Темплар Ассасин Санейка разбирают 9-9 делаю чё Чтоб по чуть-чуть Где-то там Ашеры отковыриваются Но дальше Проблема будет Проблема Заключается конкретно В Фантом Ланцере Если вариант Его контрить И возможно ли Темплар Ассасин Законтрить у нас Ланцера В принципе Ланцер и есть Прямая контра у нас ТА Мы это прекрасно знаем Но думаю Не при таком перефарме Хотя то как Ланцер со временем Начинает зарабатывать деньги Свои То количество И та скорость Там очень скоро Дэнди у нас Будет на равных С Ортесом И тогда действительно Проблемы будут Для команды Нави Если Нави Хотят выиграть Тут отпускать Никак нельзя Дэнди Самое время Сейчас Идти Просто убивать По КД Митрилхаммер Второй появляется Для Темплар Ассасин К чёрту вообще Тут под сейв Самого себя Никаких БКБ Через Чуть-чуть Совсем появляется Там немного Остаётся до рецепта И появляется Дезолятор На Темплар Ассасин Шестнадцатая минута Яша Пауэр Трэдс Хэнд оф Мидас Боттл И Дезолятор Показатель Просто колоссальный Артес даже не стал Здесь с кем-то Вообще Соревноваться Просто делает ТП-аут отсюда Как можно дальше Куда, кстати На базу Артес улетает Даже в панике Не на Тауэр Отправился На базу Ну что Нави решили забрать Топлейн А в это время Команда Хелл Рейзерс Решили Прибрать Своим рукам У нас Тауэр По низу Мне кажется Здесь побыстрее Немножко Тауэр упадет Даже несмотря на машинки Хаста у нас От Дэнди Айгис есть Подлечили Немножко Дэнди Ну что Крипов заберет И все И дальше будут Ковырять Тауэр Ульта аппарата Пошла на нижний лейн Еле-еле тут Снесли Пятую часть Или десятую часть Ульта аппарата Кстати пошла у нас На мид Артеса Зацепила ультой В это время Тауэр на топе Сыпется Дэнди должен лететь Уже Дезолятор Так и есть Дезоль для ТА Тауэр тоже для ТА Здесь все вообще Для Темплар Ассасин 11 с лишним Уже заработал Дэнди 9200 На втором месте У нас Антимаг Артес на третьей позиции 7800 2000 После диффузов Ну и объясните Немножко объяснитесь Ладно пока есть время Давайте посмотрим Что у нас по графикам 4.5 Нави По опыту тоже Тут 1006 Наверное Нави Выигрывает У артефактов У Темплар Ассасин Уже готовый Дезолятор Еще и 900 Сверху для Дэнди У Антимага Яша есть Есть Баттлфьюри 900 По золоту Ну понятно ПТ Топорики Это все не считается Веншфул Спирит Санейка Который кстати Отвалился У него урну в Шадоус Есть Есть Бутсов Спид У Эншн Топорейшена 1500 После Транквил Для Ванскора Отличный показатель Можно сразу идти в Аганим Даже не думать Собирать Мидас А можно собрать Мидас И через 5-10 минут Заработать себе Аганим И гляди И позже еще что-то появится У Тренд Протектора Поинт Бустер Имеется уже И готовится выход в Аганим Для Фобоса Феникс Хенд оф Мидас Транквил Буци По золоту Весьма проблематичная ситуация У Зевса Сол Ринг Тоже Транквил И тоже ничего конкретного 1-3 идет у нас Гадем Ну и у Артеса Мы видели Диффуза 2000 У Дреда На Скорос Маге Счет 5-1 Ну там стрик был По-моему Киллинг Спри 3-1 шел у нас Дред Ну и дальше продолжает Скоро услышим Я думаю еще один Голос касательно стриков Тинкер 2000 на руках После Бутсов Тревел Ну и так по чуть-чуть По чуть-чуть ХР свои артефакты Конечно купят Тут сильно Темплар Ассасин Если не задавит А без присутствия Даггера Тут особенно не задавишь Ни Даггера Ни Даггера Ни Фейс Бутсов Для Темплар Ассасин В принципе Если не трепает То непонятно чем Ловить своих оппонентов Ну если опять же ТА добирается Добирается с Дезолятором Ну еще и Перефармленная По левелу По шмоткам Там конечно Любой из героев ХР я думаю Рассыпется в секунду Сонейка отпал Ждем Да Переподключается В итоге Сонейка Все Можно в принципе Возвращаться в игру Все готовы У всех все получилось Хэры выходят На нижний лайн Тауэр должны забрать Дефать пока нечем Тут Глиф проюзан просто Чтобы Потянуть время Ну моментально падают У нас пачки крипов От Дэнди Тут понятное дело Демеджа куча Вообще 200 250 По-моему Где-то При Заюзанном Рефракшене Свежем Будет ли драка У нас Афониджи Куда ты вообще Влетел Афониджи Решил поиграться В какие-то странные Игры у нас С Дэнди Ну и Сонейка Афониджи Моментально погибает Глиф проюзали Ну Глиф этот В принципе смешной И Феникс Еще и Денай Тауэр Удивительно даже Дэнди с Дизолем Машинка лупит И Феникс умудрился За Денай Тауэр Ну классно Это правда Все что остается Вообще Команди Хеллрейзерс Все веселье Только в Денай Тауэров Так-то по файту Они вроде бы Ровненько идут А Если где-то В толпу Толпу на толпу Ворвутся То очень проблематично Будет для команды Хеллрейзерс Хоть как-то Вывести тот дэмэдж Который Нави внесут Т2 на миде Горит И команда Хеллрейзерс Просто не может подойти Это то о чем я говорю Вроде бы Счет ровный Фобос у нас Горца зацепил Без овергроуса Просто через семечку Хвост моментальный Этот вопрос решил Фобос Подхиливает здесь Санейка Мистик Флэр под ноги Дэнди пока еще живет Опять же у Дэнди есть Аегис Дэнди падает после Аегиса И развалит Всех кого только можно Только по Дреду Прошла ульта Супернова От Феникса Все Все бежать Все в рассыпную Тинкер Дальше погоня у нас За игроками команды Нави В принципе все живы Забрали Кого там забрали Дреда по-моему забрали Или кто байбекался Феникса забрали И Феникс у нас и байбекался Тут-то так много денег У Горца Что может себе позволить Такие Мувы Хотя удалось Сохранить Т2 Если бы не было Феникса То наверное Т2 Забрали бы еще и на хайграунд Пошли бы игроки Команды Нави У Горца 9 левел Что там у Коргероев У Антимага На котором играет Хвост уже 15 с копейками У Дэнди Практически 16 А здесь Как Артес себя чувствует 13 Артес У Тинкера 11 Ну понимаете Провал и пропасть Между Коргероями Обеих команд И конечно же Она в пользу Команды Нави Ну и Эншенты падают За считанные секунды Такое ощущение Что это минута 45 И у нас какой-то Войд или Антимаг Перефармленный Приходит с Эншентом И разговаривает Нет Это обычный Дэнди На 20 минуте У него есть Дезолятор У него есть Яша У него большая скорость Атаки Рефракшн Все остальное Встроено И конечно Большинство Плюсов Здесь от рук Самого игрока Зависит У Дэнди Вроде бы С руками Все Хорошо и ровненько Еще 1600 Сверху Всех артефактов По золоту Нави Почти К 9000 Уже приближается По экспириенсу Более 10 Тоже в пользу Натус Винцер У ХРов шансов Ну Как по мне Вообще Практически нет Тут Артеса Надо просто За уши Вытащить Артес И дать ему Возможность Выформить Все что есть В магазине Чтобы оно Лежало в курьерах Лежало на базе Но было Чтобы Артес На выбор Мог артефакты Брать По двое Трое Различных Артефактов Тогда конечно Шансы есть Но опять же Антимаг Формит лучше Чем Это делает Фантом Лансер Не вообще То есть не по факту Сам персонаж А на данный момент То есть хвост Формит лучше Чем формит Артес Вот и все Что я хотел сказать У Артеса Проблемы И проблемы Невероятно мощные Если Денди Зафокусит У нас Артеса То Антимаг Разбирает Всех остальных Игроков Команды Хелл Рейсерс Если Антимаг Зафокусит У нас Артеса То Денди Разбирает Всех остальных Игроков Команды Хелл Рейсерс Если Темплар Ассасин И Антимаг Фокусят У нас Артеса То Артес Просто Обнимает колени И плачет В темной комнате Там Я думаю Шансов Выжить Вообще Никаких Ну, опять же, без, в принципе, какого-то страха играет у нас Templar Assassin. Толков забрать ее невозможно. Так, развалили у нас в это время Тинкера с Анейка. Она ло-хп уходит у нас в ТП. Ну и что? Хвост побежал на мид с иллюзиями вместе. Манта стайл у Хвоста есть. Крепы здесь сыпятся очень быстро. Перетягивается сюда Дэнди через... Ну что это такое? Это игра через Backdoor Protection. Ну и все получается. Почему бы не бить? Это просто какая-то издевка. Нет, улетают отсюда, потому что файт у нас внизу в это время. Артес убегает отсюда, потому что под... Ну вот, собственно. Я даже не успел предложение составить. Дэнди разбирает у нас топ вообще фарм и главного мейн-керри команды Hellraiser. Артес сыпется с трех ударов от Templar Assassin. Это еще критов нет у Дэнди. Пройдет один крит. Критов нет, а уже должны лететь по факту. И тут для Фобоса уже собранный аганим. Наконец-то мы дождались. Тренд Протектор на 23-й минуте собирает себе аганим. Вот для этого его и ставили. Теперь тут сумасшедшая сила природы. Команда Hellraiser будет биться просто от деревьев одних. Рядом с которыми Overgrowth будет проюзывать Тренд Протектор. Тренд Протектор. Санейка спокойно через реку переходит. Не стесняется. 23-я минута Венга гуляет как у себя дома на половине команды Hellraiser. УТА сверху 2800. Бабочка это будет для Дэнди или же это будут криты? Узнаем чуть-чуть попозже. БКБ есть. В принципе Яша есть. Всего достаточно. Можно также Манта Стайл приобрести. Немножко укомплектоваться и в ХП и в дэмэдж. А можно пойти в абсолютный дэмэдж и все-таки в криты выйти самому Даниилу и Шутину. Что это с водой случилось? А ну-ка. Что с моей дотой? Вот оно что. Да-да-да-да. Это у нас уже Трэнд Протектор начинает творить дела. Он Тимага Ривер. И этот Ривер превращается на наших глазах в Тараску. 2400 по ХП. Опять же с ПТ на ловкость. Есть Манта Стайл. Иллюзии дамажат, наверное, так, как не дамажит никто в команде Hellraiser. У Темплара Ассасин. Ой-ой-ой. Дред может, по-моему, очень серьезно огрести. Просто надо подойти на рейндж удара. Да ладно, без МЛД можно разбирать. Просто из ниоткуда выходит у нас Дэнди. Ну и в никуда отправляет у нас Дреда. Тинкер понял, что надо бежать отсюда. Сразу же ТП-аут. Как можно дальше от данного файта. Ну, команда Hellraiser вообще тут просто как от термо... Я не знаю, как от ядерной бомбы. Бегает у нас что от Дэнди, что от Хвоста. Да, Горец, конечно. Еще один удар в спину Горцу от Антимага. И мега килл для Хвоста. Что делать ХРМ по данному матчу? Просто непонятно. Тут как-то можно разобраться с Фобосом. Как-то можно убить здесь Ванскора и заковырять Санейка. Санейка уже три раза убивали. Как быть с Нави... С Коргероями Нави. Как быть с Дэнди, как быть с Хвостом непонятно. Скоро Хвост станет опаснее, чем Темплар Ассасин, если уже сейчас так не является. По фарму Хвост практически догоняет ТА. Дредд! А что, Дредд? Пацаны, все, вы меня бесите, я пошел фидить. Что это вообще за мув такой был? Сейчас с Курьеров накупит у нас Дредд и пойдет отправлять команде Нави под Фонтан. Это шутка, но мув немного странноватый был. Как Дредд умудрился недоконтролить? Может, песню ВКонтакте менял, пока бежал на Т2. Немножко не подрасчитал. Афониджи с Даггером. Афониджи не может подойти просто к Антимагу. Не получается. Дэнди приходит на помощь у нас к Антимагу. Тауэр сыпется. 26-ая минута. Шансов у ХРов отбивать свой лайн никаких. Сплитпуш от Артеса. Тоже сомнительная, в принципе, затея. Что тут в Курьере? Рефрешер Орб это для кого вообще? Это для Дэнди. Рефрешер Орб появляется. Что, простите? А... Что делать? Рефракшн просто рефрешить? Или Блэк Кинг Бар? Я не знаю. Ну, наверное, Блэк Кинг Бар и Монта Стайл. Ну да, немножко странно. Но тут уже просто жиру бесится. Дэнди все дают делать. Вот он, собственно, все и делает. Я помню, как-то была история, что Фаник, играя в составе команды Na'Vi, полнейшая доминация была над одним из коллективов. Так Фаник собрал рефрешер Орб у нас для... По-моему, не имея даже Блэк Кинг Бара, собрал рефрешер Орб для Баунти Хантера. Просто, чтобы не ждать 5 секунд, когда у тебя откэдэшится трек. И трек вместе с Сюрикеном раздавать. Ну, это смешно вообще, потому что это было где-то минуте на 40-ой. Но там не по шансам вообще было играть с командой Na'Vi. Слишком переформили своих оппонентов. Ну и как сейчас, примерно 20 тысяч Na'Vi по золоту. По экспириенсу 20 с лишним даже. 23-24 где-то так. На хвоста напали. Всем селом вообще, Ортес. Ортес просто не подходит у нас к хвосту. Лучше стоять фармить. Какой-то... Первая стадия. Первая стадия болезни это отрицание. Ну вот у нас Ортес понимает, что с командой что-то не так. Просто не буду реагировать на антимага. Может пройдет. Разве что маршем вообще по хайграунду команды Hellraiser. Ancient Operation поймали на топе. Молодцы. Все ульты у нас в аппараты. Аппараты разобрали. Роскошный мув. Sunnake по вражескому лесу гуляет. Dendy тоже в спину заходит. Ну тут от Dendy бежать все бегом быстрее. Как можно, как можно быстрее. TP-out сразу на базу. Ну лайны будут пушиться. Лайны постоянно будут пушиться. И надо сносить в сторону команде Na'Vi. Потому что пушить лайны это просто в руки того же Ортеса лишний фарм. Подталкивать. У хвоста остается 300 до баттерфляя. Тинкер печальный. Абсолютно 0-4-3. Вроде бы по фарму все неплохо. 217 крипов. Ну третье место держится. Templar Assassin 250. 324 антимаг. По фарму, по-моему, антимаг опережает Dendy. Да, уже так и есть. Хвост 22,5 нафармил. А у Dendy... У Dendy только 21,5. Ну у Dendy уже все необходимое себе купил. Даже, наверное, немножко лишнего. Машинки неприятны, конечно, для Templar Assassin. Просто сбивают рефракшн. Наверное, для этого рефрешер Орпы покупался. БКБ от Dendy пошел. Сносят в сторону. Рейнджевой... Рейнджевой барак уже упал. Милишный сыпется. На лу хп. В принципе, барак пока еще стоит. Артез запускает у нас в спину Дэнди. Иллюзию. Ну, Дэнди вроде как умеет играть на Templar Assassin. Все это элементарно и выйдет за счет Мэлда. Ну, Артез тут вообще бесперспективный абсолютно. У аппарата есть агоним. У Vengeful Spirit есть даггер. Как запустить надо было свою игру, чтобы позволить Винге даггер приобрести? Дэнди на... На-на-на-на-на Горца. Горца развалили. Гадлайк давным-давно у нас уже у Дэнди. Уже Бион даже. Гадем сыпется. Еще один удар в Гадем, а Гадем развалится. Ну, здесь вовремя лазер прошел по Дэнди. Гадему жизнь спасли. Правда, в какой раз Гадем мог бы умирать, это уже даже не считается. 20-12 по золоту. Нави 20 с копейками. По экспириенсу более 25 тысяч преимущества на 31-й минуте. Хвост на топе. Артез готов подраться. С кем? С крипами? Артез дал с перепугу ланц в крипов вместо хвоста. Просто, что, мол, я не тебя вообще. Не агрись, брат. Все в порядке. Я ничего против тебя не имею. Просто сноси нам базу и уходи. А куда здесь? Нету Т2 еще. Т2, точнее, есть неснесенный. Ну, просто, видимо, решили поразвлекаться. У нас игроки команды Нави. Хвост отправляется на Т2. Темплар Ассасин. Под БКБ. БКБ просто так уже у нас. Гэдэшится. Рефрешер орб. Пока что Дэнди так и не юзал. Просто даже забавно смотрится. Дэнди бегает от иллюзии Артеза. Артеза как будто ему действительно очень страшно. Горец на лоу ХП. Только приземляется и умирает. Да, тут долго сильно не будут суперновая разговаривать. Налого ХП Фобос. Фобос у нас ультил. Нет, я не увидел, где у нас Фобос, кстати, ультил. Бион Гадлайк для Дэнди. У Дэнди 13 на 0. Ну и разорвали здесь Афониджи. Еще один удар. Продолжение Бион Гадлайка для Дэнди. 14-0. Good game well played. Ну, просто не выдерживают нервы у команды Хелл Рейзерс. И Дредд первым пишет ГГ. Поздравляем Нави. Они там выходят дальше. Сейчас покажу, куда там. Пока трон падает. Покажу вам, куда выходят Нави. Нави здесь выходят на... Как я понимаю, на победителя пары Cloud9 Alliance. Да, Нави выходят на Alliance. И у нас что? У нас серьезное противостояние грядет. Правда, еще не анонсировалось конкретное время. Но, тем не менее. Ну что, пауза небольшая в матчах. Сейчас у нас на повестке Тинкер против Эмпайр. Ну и ждем, пока не переключаемся. Нави выиграли. Нави проходят дальше. Поздравляем их. Мы ждем следующий матч. Зовите друзей, зовите родственников с улицы людей. Зовите из окна. Пусть приходят, смотрят. Все, услышимся через максимум, я думаю, полчаса. До связи. Они просто не заходят и все. Что, блядь, я противен им. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...